В год начала войны мне исполнилось шесть лет. Беда не обошла стороной наш дом. В битве на Курской дуге погиб мой брат Жора. Папа бился за родину в Сталинграде. Служил связистом в штабе генерала Михаила Шумилова, возглавлявшего 64-ю армию. Штаб был расположен в трубе для стока воды. Она была не маленькой, около двух метров в диаметре. Полгода назад я ездил туда. Хотел посмотреть на место, где воевал отец. Нашел его по описанию папы. В пятистах метрах от реки, за тракторным заводом. Отец рассказывал мне про те времена. Я поинтересовался. Наши, идя в атаку, наверное, кричали за родину, за Сталина. Папа ответил. Не слыхал. Может быть. Я спросил еще раз. Так что они кричали? Мамы кричали. Мамы. И Фридс то же самое, только по-своему. Мутор, сказал отец. В годы войны нас с мамой и бабушкой эвакуировали в Берисе, где родился отец. Как в Москве там сплошь и рядом царил голод. Во дворе университета, где мы жили, росли деревья с маленькими зелеными плодами. Мы называли их пшаты. И я ел их, спасаясь от голода. А однажды случилось чудо. Идя по улице, я нашел шоколадную конфету. Не веря своим глазам, подобрал ее и, подпрыгивая от восторга, понесся домой. Мама при помощи ножика соскребла верхние слои трофея, разделила его на троих. Мне, себе и бабуле. И мы стали чаевничать. Сколько живу. Я до сих пор не ел ничего вкуснее этой найденной в поле конфет. Редактор субтитров А.Семкин